Самая действенная борьба с наркотической зависимостью и ее профилактика. Листовки с номерами доверия и стенды о пользе здорового образа жизни можно увидеть во всех школах и клубах города. Акции «Дети России» и «Сообщи, где торгуют смертью» ежегодно проходят в городе-курорте. Как отметили члены комиссии, пропагандировать здоровый образ жизни нужно и в режиме онлайн. Молодежь активно пользуется интернетом и общается в социальных сетях. Здесь, наверное, основная работа – это работать как раз в интернет-сетях, это работа с их аккаунтами, где мы вот такой позитивный контент им предоставляем, для того, чтобы они и ходили у нас на наши мероприятия. Каждый год торговцы смертельным зельем придумывают новые способы распространения. Объявление о помощи – очередная уловка. Листовки размещают на остановках, информационных стендах и стенах домов. На самом деле работа очень большая. Это не значит, что ребенка или молодого человека, или девушку поймали, заклеймили, и все, она по жизни осталась черной уточкой в нашем обществе. Нет, конечно же, идет плодотворная работа, узнается, где, кто, как. Может, первый раз, может, кто-то силой затащил, дал попробовать ту или иную таблетку и так далее. То есть все это идет следственное действие, очень большие, тщательные. После этого, если человек все-таки окажется, что он неоднократно принимал наркотические вещества, психотропные и так далее, то, конечно же, он ставится на учет. И впоследствии уже управление здравоохранения и администрация города, а также участковые берут его на контроль. Помочь в работе комиссии может каждый анапчанин. Если вы стали свидетелем употребления или сбыта наркотиков, необходимо обратиться в полицию или по телефону доверия 4-68-82. Звонок анонимный.